Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В городских квартирах состоялись съёмки очередного отчётного концерта школы актёрского мастерства. Саша Гозиас рассказывает, актёрское мастерство прошло на ура, было много этюдов, наш чёрный домовский юмор порвал всех. Были действительно страшные сценки, нас, конечно, ругали и хвалили. Трое участниц Харитонова, Гозиас и Донцова опубликовали оригинальный снимок. Девушки сфотографировались в трусиках телесного цвета и в гриме, имитирующем дряхлость. Девушки так подписали этот снимок. Как вам бабки 21 века? Тела наши специально разрисованы, все интимные части закрыты и заклеены. В сети появился снимок Риты Керн до всех пластических операций. Он вызвал настоящий шквал эмоций в сообществах, которые посвящены Дому 2. Без перекачанных губ и силиконовой груди Рита выглядела настоящей красоткой с почти идеальными формами и фигурой. Многочисленные пластические операции не только не украсили девушку, а наоборот изуродовали и прибавили ей как минимум 10 лет. Как вы помните, Илью Кроткова судили за флирт одновременно с несколькими участницами. Мужчину посадили в изолятор на 5 суток. И там ему живется неплохо. Сначала в его камере ночевала Майя Донцова, а следующую ночь Ирина Павлова. А на острове любви отличился Саша Задойнов, который, видимо, перебрал алкоголь. Сначала Саша перепрыгнул через барную стойку и начал настойчиво неприличными жестами и предлагать девушке станцевать с ним. А затем Задойнов снял трусы перед девушками, стоя к ним задом. Многие поклонники высказывают мнение, что смотреть Дом 2 им хочется все меньше и меньше. С появлением нового реалити-шоу на острове Дом 2 стал пошлым и неинтересным. Сейшельские участницы объявили бойкот Ване Барзикову. Ваня пишет «Сегодня наши девочки на острове устроили бунт, сказали, что не будут со мной общаться из-за того, что я провожу время и общаюсь со всеми девушками сразу». А на поляне Ольга Рапунцель весь день хвасталась новыми очень дорогими серьгами, которые ей купил Дима Дмитренко. И в итоге оказалось, что Рапунцель сама себе купила украшения, Дима лишь немного добавил денег. После очередного ухода «Навсегда» на проект снова вернулся Валера Блюменкранц. Он говорит, что пришел не к Тате Абрамсон, а просто так. Настя Волынец рассказала о новой работе Богдана, которой она крайне недовольна. Парню предложили подбирать персонал в модельное агентство. Бобрику нужно находить в соцсетях по 10 красивых девушек в неделю, затем связываться с ними, приглашать на фотосессии и собирать их в офисе. За каждую найденную модель Богдан будет получать 1000 рублей. Волынец пишет «Я поставила ему условия. Он сможет там работать, если только с ним на встрече буду ездить я». Глеб Жемчугов сделал липосакцию. Он лег под нож пластического хирурга. ТНТ сняли видеосюжет на эту тему из операционной и скоро мы сами сможем все увидеть. «Моя жизнь без живота началась», пишет Жемчугов. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.